Привет, с вами Тору, вы на канале Анисанрайз и мы продолжаем прохождение САО и продолжаем двигаться к истинной концовке, которая у нас должна быть не за горами. Нам осталось, если я правильно помню, 4 истории персонажей именно в Киритамоде и какое-то количество за нашего главного героя, за Тору, и нам станет доступна уже именно истинная концовка, а не те две концовки, которые мы видели до этого. И сегодня мы начнем, пожалуй, с истории Лиз. Привет, Лиз. Лиз? Порно что-то там кует. Лиз, эй, Лиз Бэт. Похоже, она не ответит, видимо сосредоточилась на чем-то. Когда она чем-то увлекается, ее невозможно отвлечь. Ладно, наконец. Хорошее место, стоп. Кирита? На что уставился? Вот урод. Эй, хватит обсываться. Я пытался с тобой говорить, но ты не отвечала. И давно ты там? Ну вот, сейчас она будет думать, что Кирита за ней следила шикарно. Не знаю, может быть час. Гребаный сталкер. Он просто час стоял и наблюдал, как Лиз работает. Так долго? Почему ты вышла из себя? Плохо себя чувствуешь? Да все в порядке. Правда? Ты обеими руками держалась за живот. Ты точно нормально себя чувствуешь? Эм, не подташнивает? На солененькое не тянет? Нет, все в порядке, честно. Тогда в чем дело? Ты какая-то странная. Это как-то связано с тем, чем ты сейчас занималась? Знаешь, тебе неплохо бы научиться деликатности. Так и быть. Если тебе так приспичило знать, я скажу. Только обещай, что никогда не станешь ни с кем это обсуждать. Конечно, я умею хранить тайны. Даже от Асуны? Ну ладно. Кирилл, привет. Вес. О господи, Лиз бы думает, что она, эм, толстая? Что? Лиз, я не расслышал, что ты сказала? Я говорил, что набрала вес. По крайней мере, мой персонаж в Джи-Джио. О господи. Это точно? Ну, в любом случае, это же просто персонаж. Пусть бы я изменилась до неузнаваемости, но ведь я почти такая же, как раньше, только чуточку жирнее. Это ужасно. О господи. Ну, наверное, я не знаю. Эй, не надо так на меня таращиться. Так что именно ты хотела сделать, чтобы твой персонаж похудел? О, Дэвил, привет. Ну, я пыталась подобрать снаряжение, которое будет меня стройнить. О господи, Ангелина, привет. Да, тут внезапно Лиз осознала, что она толстая. И вместо того, чтобы мне этот телемагазин напомнило, типа, зачем изнурительные тренировки? Просто вот, стяни свой жирок вот этим поясом, и, короче, все будет норм до тех пор, пока ты его не снимешь. А Лиз решила пойти по такому же пути. Она не хочет, видимо, заниматься какими-то тренировками, еще чем-то. Она просто хочет напялить снаряжение, в котором она будет выглядеть постройнее. Ну, боже. Вообще-то, можно использовать разные шаблоны и цвета для изменения внешности. Так что я пыталась придумать способ измениться, не тратя силы. О чем я говорил? Это же просто реклама из телемагазина. Неужели? Хорошо. И снова Килита говорит о себе в женском роде, уже второй раз. У Килита проблемы, он слишком много ролил. Видимо, за девушек причем. Хорошо, я понял. И не надо делать вид, что это какой-то пустяк. Для нас, девушек, это очень важно. Во, то, что сказала Ангелина. Знаешь, мне это напомнило одну новость от Арго. Говорят, есть какой-то легкий, но крепкий металл, который может выпасть в игре. Легкий, но крепкий металл? Решено, Килита. Мы его добудем прямо сейчас. Прямо сейчас? А когда же? Ну же, давай. Ладно, ладно, иду. Ну вот, Лиз, мы на месте. Так, Вангую. На Килита сейчас нападут. Лиз спасет Килита, и она окажется у него в постели. Все, тут третьего не дано. Отлично. Начинаем фармить. Ты тоже постарайся добыть эту штуку, Килита. Да, да, конечно. Ангелина, в натуре, вот серьезно, если бы кто-то еще, кто-то другой пробыл в окружении одних девушек столько же, то, видимо, да. Он, это знаете, как вот в Маугле, там, воспитанный волками, или кем-то в Маугле воспитан был уже, волками вроде бы. Вот, по-моему, с Килита абсолютно та же хрень, он воспитан девушками, и он начал чувствовать себя девушкой. Боже. Ага, а вот и враг. Была, не была. Отлично. У меня уже неплохой запас. Тебе тоже выпадает много ресурсов, Килита. Да, у меня уже целая куча. Как думаешь, нам хватит? Да, должно быть достаточно, даже с учетом экспериментов. Поспешим назад. А, теперь я не удивлен, почему Кляйн вчера клеился... Нет, это не вчера было. На прошлом стриме, почему Кляйн клеился к Килита. Возможно, Кляйн на подсознательном уровне начал понимать, что с Килита что-то не то, и это его шанс. Почему нет? Ты правда торопишься, да? Шевелись, Кирита. Не будем терять время. Как скажешь. Так, если взять эти детали... И вырезать внутренние части... Как всегда, мысли только об одном. Нет, это же не будет держаться. Придется сделать чуть толще. Похоже, это надолго. Готово! Готово? Правда? Идеально. А теперь даже чуть располневшая я буду выглядеть стройной. По-моему, она может на этом разбогатеть, если она начнет это продавать. Да уж. По-моему, броня что надо. И в каком месте она располнила? Где? Где? Что? Как? Что скажешь, Кирита? Я худенькая, да? Да. Точно, определенно. Ну, видимо. Или у Лиз... Блин, комплексы. Ну, броню, я думаю, мы оценили все. Без исключения. Ну да, можно и так сказать. Судя по ее лицу, ей самой что-то не очень верится во все происходящее. Что? Чего это ты заскромничал? Да ничего. Просто довольно смелый наряд. Вот и все. Смелый? Что? Нет, нет, нет. Погоди. Вышла чересчур откровенно. Лиз, ты не видела, что ты одевала? Кирита, отвернись. Не смотри на меня. Ты же сама велела смотреть на тебя. Забудь об этом, понял? Отвернись в другую сторону. Вот она вся женская логика. Просто, просто в одном. В одной истории персонажа, вот просто в одной истории Лиза, абсолютно вся женская логика. Просто катастрофа. Не могу поверить, что все так вышло. Но ведь у меня был отличный чертеж. Привет, вот ты пропустил на самом деле много. Много, много интересного. Хотя стрим идет там 15 минут где-то. Но ты пропустил, да. Лично мне ты нравишься такой, какая ты сейчас, Лиз. Так намного лучше, чем в том модном костюме. А, чем в каком-то модном костюме. Но вообще-то я бы предпочел, чтобы она была именно в той броне. Ей она как-то больше шла. Ты правда так считаешь? Конечно. Такой доспех может тебя замедлить. Самый ответственный момент. Как? Чем он может ее замедлить? Непонятно. И потом, я не хочу, чтобы другие игроки видели тебя в таком наряде. А, ну все понятно. Это как на прошлом стриме у нас была ситуация с казино. А вот. И да, и он не отрицает, что она толстая. Совершенно. Он с ней согласился. Ты что? Не говори так, противный. Ты, что за шум? Это неважно. Как будто я не знала, какой ты зануда. Может быть, кто-то захочет купить этот предмет? Я бы его на химии одел. Вот. Лиз продай. Знаешь, может, ты и прав. На рынке не так много стильных, но крепких доспехов. Хм. Кирита. Отличная идея, Кирита. Вот теперь я узнаю лиз. Но если я его продам, мне нужен запас. А так, Кирита, возвращаемся. Что-что? Ты слышал, нам нужно раздобыть больше материала. Я не смогу все утащить сама. Так что ты идешь со мной. Погоди, но почему я должен тебе помогать? В наказание за то, что пялился на меня в этом откровенном костюме, конечно же. Пошли уже. А, бог ты мой, женская логика. И открыто достижение. Это все Кирита. Ну, понятно. И, типа, его сделали виноватым. Ам. Попахивает тотальным рабством. Если уж на то пошло. Просто, просто. Типа, Кирита, смотри на меня. Через секунду. Уже, Кирита, не смотри на меня. И через 2 секунды идет наказание за то, что Кирита посмотрел на нее. И, кстати, ребят, сегодня очень-очень-очень хороший у нас день. Сегодня выходит, во-первых, серия Сао. Во-вторых, сегодня выходит серия персоны. И, в-третьих, сегодня выходит серия девочки с книжкой. Я думаю, те, кто смотрят, те в теме, что это за анима. Так что сегодня вечером посмотреть однозначно будет чего. Привет, Кирита. У тебя есть время? Может быть, позволишь мне взглянуть на твое оружие и улучшить его? Знаешь, Лис, как бы это опять не обернулось каким-нибудь рабством. Ну, да ладно, пойдем на свидание. Ты хочешь сходить куда-нибудь вдвоем? Типа как на свидание? Конечно, с удовольствием. Вперед. Не знаю, в чем дело, но последнее время не все так гладко с созданием оружия. Хм. Так, как нам сотащить ее в постель? Кирилл, Стим, вбиваешь поиск Сао и вот тебе. Пожалуйста, ссылка на игру. Ну, может быть, это признак того, что тебе надо передохнуть? Да, наша прогулка хорошо на меня повлияла. Теперь я чувствую себя намного лучше. Мне было очень весело сегодня. Давай как-нибудь повторим. Неправильно, минус постельная сцена, но, блин. Так, ладно. Значит, желать девушкам немножко отдохнуть, это не лучшая идея. Возможно, стоило выбрать вариант, что скоро все наладится. Так, сейчас проверим. Так, да, давай пойдем на свидание. Не знаю, в чем дело, но последнее время не все так гладко с созданием оружия. Антак. Антак. Так, да, давай пойдем на свидание. Не знаю, в чем дело, но в последнее время не все так гладко с созданием оружия. Это временно, но ты справишься. Ты так говоришь, как будто это легко. Но спасибо. Я и правда чувствую себя лучше. Маленькая, но победа. О, извини, я тебя разбудила. Надеюсь, что нет. Не смогла не отметить, как мирно ты тут... Чего, как ты тут мило прикорнул? Лиз, я что, спал? Ну, раз ты проснулся от одного моего появления, значит, ты спал не глубоко, верно? Ну, ты о чем? А вот, по-моему, с размером груди у Лиза все в большом-большом порядке. Да, 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 я вот только об этом и подумал, что здесь вот-вот все прям... Премьер явно в этом уступает. Обидка. Да и Юки тоже. Я тут, конечно, разузнала на тему сна в виртуальном мире. Мы можем настроить звукоизоляцию в своей виртуальной спальне, так ведь? Из чего можно сделать вывод, что в виртуальном мире спится лучше, чем в реальном? О, Кляйн нам об этом же говорил, да. Но дело не только в отсутствии шума. На качество сна влияет удобная постель, подходящий матрас, подушки и постельное белье, разумеется. Ну да. Ты не в курсе? Все это игровые предметы, а значит их можно смастерить. Воу. А я как раз занималась ремеслом в Сау-Ялу. Поэтому меня интересуют способы изготовления подобных вещей и улучшения качества сна. А, ясно. Теперь я, кажется, наконец понял о чем-то. Тебе тоже интересно, судя по твоему выражению лица. Между прочим, я и твой сон могу улучшить. Давай я улучшу тебе кровать и подушки. О, да, чтобы еще больше посетителей было в постели у Кирита. Ну, давай. Значит, хочешь из меня подопытного кролика сделать? Да, вовсе нет, не говори так. Мною движет и лишь желание улучшить твой сон. Я же ведь для тебя стараюсь. А, ясно. Спасибо за возможность заболтать тебя до полусмерти. Будет здорово, если опять как-нибудь пригласишь. Пригласишь. А, по-моему, тебя и первый раз Лис сюда не особо-то приглашали. Вот. Да они все просто хотят спать с Киритой и просто ищут разные-разные предлоги. И причем получается это у них хорошо, ну кроме Кляйна. Тот напрямую заявил, что он не против вообще с парнем того. Так что да. Да, 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 так и будет. Потом все начнут бегать к Киритой и типа такие, во, Лис тебе тут новую кровать сделала, дай-ка потестить. Ой, божечки, что начнется. Так, ну да, идем на свидание. Эй, мы могли бы немного сбавить тамп. Если ты устал, я тебя понесу, ну такое. Мы юки недавно таскали. Тебя что-то беспокоит? Нет, все в порядке, просто... Ну, я задумалась, как нам получше провести время, пока мы с тобой вдвоем. Странный вопрос. И лучшее решение, как провести время. Вот, готово. Такая высота подушки должна лучше всего тебе подходить. Она серьезно занялась улучшением нашей постели? Ну, для погружения в глубокий сон, этого тебе, похоже, недостаточно. Тогда немного поколдуем над матрасом и простынями. Есть какие-нибудь пожелания? Хочешь поменять материал и простыни, и матраса? Хм, даже не знаю, что лучше использовать. О, не беспокойся, подберу что-нибудь на свой вкус. Но тогда не жалуйся, если не понравится. Я занимаюсь оружием и броней, о постельных принадлежностях еще не все знаю. Но поэтому я и учусь. Да, понимаю. Ты всегда была дотошным исследователем. А серьезно, почему она не начала со своей постели? Почему она начала учиться именно на постели Кирита? Спасибо. Ты не против, если я посплю рядом с тобой? Это типа проходной двор, это типа проходная постель, как-то так. Да, и просто Кирита в комплекте идет с этой постелью. Вот-вот, да. Чтобы получить полное представление о достоинствах кровати? Отличный предлог. Что? Ну, допустим. Хм, все ясно. Наверное, матрас слишком мягкий. А простыни, возможно, слегка плотноваты. Что ты делаешь? Не смотри на меня так. Да ты ж сама пришла. Господи, как все сложно с женщинами. Ничего не могу поделать. Как же мне на тебя не смотреть, когда мы лежим на одной кровати? Верно. Но я не думала, что ты будешь пялиться в десяти сантиметрах от моего лица. Что же прикажешь делать? Можешь изучать потолок. Да, ложись на спину. Тогда на меня смотреть уже не получится. Сейчас она его еще и отправит спать на полу возле кровати. Ладно, ладно. Так, теперь я могу подумать над тем, как именно эта постель влияет на твой сон. Я докопаюсь до истины. Обещаю. Ну, уж точно. Докопалась бы, если б так спать не хотела. Прикрою глаза на секундочку. Вот это вот моя самая большая ошибка в жизни. Прикрою глаза на секундочку. Без проблем. Спасибо за возможность заболтать тебя до полос смерти. Ага. Закрыла глаза на секундочку. И чем это закончилось? Ну, в общем, как обычно. Мой типичный сценарий. А, впрочем, ничего нового. Ну, я думаю, мы все-таки доведем до ума нашу постель. И она точно станет желанным объектом посещения других тянок. Так, ну да, идем на свидание. Мне очень нравится эта заколка. Она такая миленькая, но я не уверена, что она мне идет. Это вон та? Да норм. Ты что? Очень тебе идет. Думаешь? Ну, если ты так говоришь, то я, пожалуй, ее куплю. Интересно, как она будет на мне смотреться? Ясно, понятно. Привет. Ма, нет, не получается. Начинаю вспоминать, что с нами произошло. Произошло? Ты что, уже забыл? Мы же хотели прилечь на минутку, а сами уснули и разлогинились. А, ну да. Что? То есть, ты даже не понял, что спишь вот так? Выходит, крепко ты уснул. И отдохнул, получается, как следует. Да, похоже на то. Значит, определенные условия важнее, чем подходящая кровать или подушка. Стоп, неужели важно, чтобы кто-то спал у тебя под боком? Истина. Вполне возможно. Серьезно? Ну вот, отстой. А я-то собиралась постель твою совершенствовать. А все оказалось так просто. Нужно лишь, чтобы кто-то спал с тобой рядом. Уж очень обломно. Но, кстати, это свидетельствует о том, что мы доверяем друг другу. Если задуматься, то это хорошо. Да, это можно наверняка утверждать. Ну что ж, если захочешь как следует отдохнуть, я могу поспать с тобой. Когда же уже ворвется Асуна в конце концов? Что? Ну, если захочешь выспаться, я... А уснуть не сможешь, я лягу спать рядом. Если потребуется. Если хочешь, считай нас подходящими партнерами по сну. Звучит неплохо, не правда ли? Звучит не то, что неплохо, звучит как минимум немножечко странно. Да, пожалуй, звучит вполне обнадеживающе. Спасибо за возможность заболтать тебя до полусмерти. Вот, и история наша с Лиз на этом закончилась. Поняла она наконец-то, что кровать это все-таки не самое главное. И нужно улучшать в первую очередь себя. Вот, чтобы было приятно на нее смотреть, когда она спит у нас под боком. Субтитры